МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Вот соревнования, которые состоятся в Бийске, стартуют они в ближайшее воскресенье, это что-то вроде Зорницы? Да. У нас 23-й год подряд на территории Алтайского края проходит спартакиада молодежи Алтайского края. Но и 4-й год подряд это отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры Зорницы. Потому что участники, которые победили, они уже неоднократно участвовали в российских соревнованиях. Традиционно это в Бийске проходят или территории меняете? Нет. Данная спартакиада проходила и на территории Барнаула, на территории Затосибирского. Долгое время проходила на территории воинской части в Топчихе, несколько лет в Барнауле. И с прошлого года мы решили проводить данное мероприятие в разных муниципалитетах для того, чтобы к себе привлечь как можно больше молодежи. В прошлом году это был Славгород уже. Мы проводили на базе военно-патриотического клуба «Десантник». А в этом году Бийская юная армия изъявила такое желание, и мы проводим в Бийске. Но более 20 лет – это достаточно солидный срок. Как вы думаете, почему? Ну, потому что данное мероприятие очень актуально. Очень отрадно, что раньше данное мероприятие проходило не только на краевом уровне. Сначала были зональные мероприятия, зональные соревнования, которые потом проходили в крае финальной игры. И хотелось бы, конечно, в ближайшее будущее возродить данную традицию и проводить не только одну зорницу, одну спартакиаду у нас, краевую, но чтобы это были еще зональные соревнования. И самые сильные команды приезжали уже на финал. Военно-патриотические игры. Я так понимаю, что и испытания будут соответствующие? Конечно. Расскажите. Конечно. Данные испытания в нашей, так скажем, спартакиаде очень сильно отличаются от тех испытаний, которые проходили раньше. Если раньше это были в основном испытания, касающиеся воинской части, стрельбы, одевания ОЗК, противогазы и так далее, то сейчас это намного больше. Можем посмотреть на спектр этих испытаний. Например, этап учебный центр. Это тот этап, который подразумевает в себе прохождение воинских этапов. Это, как я уже сказала, и марширование, и ОЗК, противогазы, метание гранаты, стрельба и так далее. Но в нашей игре, например, входят такие этапы, как спасатель. То есть данный вид включает пожарно-прикладной вид спорта и поисково-спасательные работы. То есть это уже шире идет, расширяется. Далее. Это, например, этап спецназ, где ребята проходят военно-тактическую полосу препятствий. То есть там тоже метают ножи, стреляют на ловкость, на смелость и так далее. Ну, конечно же, самый актуальный такой – это марш-бросок. Когда все этапы, которые были пройдены, уже входят как бы в один этап. И на протяжении 4-5, а то и 6 часов большой километраж они проходят и уже ориентируются по карте, и, соответственно, выполняют все этапы. Но помимо спортивных этапов у нас есть и творческие этапы. Такие, как, например, видео, где участники транслируют свои достижения и показывают о себе какие-то видеоматериалы. Далее творческий этап. Если раньше можно было показать элементы рукопашного боя и так далее, рукопашный бой – это у нас отдельный этап. А в творческом этапе они могут рассказать стихотворение, спеть песню. То есть это, конечно, говорят, вот мы военно-патриотические клубы, нам это сложно, ничего подобного. То есть стихом сложно рассказать, а метнуть ножик? Это легко. Нет, опыт показывает, что и выступают они тоже очень хорошо. У нас, например, есть такой этап, как кибератака. То есть это компьютерная безопасность. Конечно, еще один из представителей команды должен хорошо владеть компьютерными технологиями для того, чтобы обеспечить какую-то безопасность либо своей команде, но, возможно, даже в будущем в своей стране, либо своему региону. Ну, в принципе, ну, конечно, и спортивный этап, где элементы ГТО присутствуют и так далее. То есть, да, эта программа очень обширная, и мы взяли, то есть мы руководствуемся программой Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница». И, соответственно, многие этапы переносим к себе. Но, естественно, мы берем только те моменты, которые присутствуют нашему региону. Например, когда мы проводили в Барнауле, у нас проходил этап и акватория. Если, например, мы сейчас в Бийске, то там рядышком около воинской части реки нет, поэтому в акватории мы не берем. Но берем другие какие-то элементы. Ну, вот из того, что вы перечислили, понятно, что все дети должны быть абсолютно к этому готовы. Так кто участвует? Да я, естественно, не с улицы, дети. Нет, конечно. Это участники военно-патриотических, военно-спортивных клубов, ну и других патриотических объединений. А сколько всего их? Всего у нас 18 команд. И очень приятно, что некоторые команды участвуют на протяжении многих лет. И я хочу обозначить, что, например, команда города Славгорода, наверное, не пропустила ни одной спартакиады. Вот им уже более 30 лет этому клубу. И они в большей степени участники. Команда «Русич», например, на Валтайском. Это победители прошлого года. В этом году они будут передавать эстафету другим ребятам. Но также они участники традиционные. Хочется сказать о том, что некоторые команды принимают участие в первого, в второго ряд. Но мы рады, что эти муниципалитеты как-то присоединились к вам. И хочу даже перечислить эти команды. Это Олейск город, город Барнаул, казаки участвуют, Биск. От Биска в этом году участвуют 5 команд. Ну, так как место проведения Биска, поэтому квота им большая. Далее участвует команда новенькая из Рубцовска. Также вот из Новоалтайска, я сказала, из Бискова района юнармия. Из Топчихи, Салтонский район, Красногорский район, Троицкий район, Смоленский район, город Славгород и город Каминный обид. То есть, в принципе, категория большая у нас. Ну вот команд 18, а победителей сколько будет? А победители будут в двух возрастных группах. У нас первая возрастная группа с 14 до 17 лет. Эти ребята, некоторые из этих ребят только войдут в сборную команду Алтайского края для участия в соревнованиях. Лиговой ПК среди команд военно-патриотических клубов в рамках армейских международных игр 2019 года в городе Новосибирск. У нас в прошлом году по результатам профильной смены уже была сформирована такая команда на базе борца военно-патриотического клуба. Эта команда заняла первое место. Я думаю, что данные ребята, которые вольются в эту сборную, тоже помогут победить. Так, и вторая категория. И вторая категория. Мы, наверное, единственные в Алтайском крае, кто проводит подобные мероприятия для категории от 18 до 25 лет. Эта категория как бы вольется к нам в сборную команду Алтайского края для участия во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница», где команда уже участвует уже 4 года подряд. И 3 года подряд мы являемся победителями. Уже на российском уровне. Уже на российском уровне, поэтому команда как бы сформирована. Но, так или иначе, ребята уходят в армию. Им исполняется старше 25 лет, они уходят из команды. Поэтому нам нужны новые силы, которые, думаю, помогут нам победить и в этом году. Ну, а известно уже, когда очередные старты, именно всероссийские? Всероссийские старты пока неизвестны. Но мы предполагаем, что это будет начало сентября данного года. И, скорее всего, это будет Казань. А вот в Бийске возвращаемся к нашим местным играм. Ребята, жить-то где будут? Тоже в полевых условиях? В палатках? Конечно. В этом году они будут жить в городке, в армейском. Это будут армейские палатки. В каждой палатке будет жить по 30 человек, то есть по 3 команды. То есть у них в этом году будут хорошие такие условия. Но военные стараются, ставят нам печи. Потому что если вдруг будет холодно, чтобы ребята могли подтопить и согреться. Но вы сами как ощущаете, вот это количество участников достаточное? Или все же хотелось бы больше? Быть может, не очень развито у нас патриотическое воспитание на территории? Да почему? На территории Алтайского края патриотическое воспитание на хорошем уровне. И это отмечает Москва, то есть мы знаем по результатам, когда сдаем итоги программы патриотического воспитания. Нет, хорошо развито. Единственное, что хотелось бы возродить, я уже говорила об этом, зональные соревнования. Для того, чтобы все-таки на краевые соревнования приезжала более подготовленная команда. А так просятся команды, конечно, говорят, ну вот мы не все умеем, можно ли? Ну как, ну конечно мы им говорим да, потому что хочется и научить чему-то. А если они научатся, они потом научат других ребят, я думаю, что тогда уже профессионализм будет более высокий. Ну вот получается, чтобы профессионализм был более высокий, необходимо, чтобы с этими детьми и ребятами работали профессиональные педагоги. Вот для этого что делаете, чтобы и учителя-то были достойные? Да, для этого мы второй год подряд проводим семинары, окружные семинары в образовательных округах для руководителей военно-патриотических, военно-спортивных клубов и других патриотических объединений. Также к нам присоединяются кураторы юно-армии в Алтайском крае. И соответственно один из блоков данных семинаров это мастер-класс и практикум. И очень приятно, что вот именно на подобных мероприятиях, как в Спартакеаде нашем, будет проходить четырехдневный семинар-практикум для руководителей военно-патриотических клубов. Эти руководители будут как и семинаристами, так они будут и проходить. Все семинары, не только общие, но и все семинары по каждой той категории конкурсных заданий также будут ставить этапы соревнований и будут судить их. То есть я думаю, что это будет очень большое подспорье для наших руководителей в дальнейшей подготовке своих уже команд. Расскажите о ближайших планах соревнованиях на территории Барнаула, что ли? Ну это в черте нашего города. Я знаю, что не так давно вы провели... Ну вот в черте-то, конечно, занимается память поезд номер один, а мы так скажем краевая. Скажите, вы же не так давно провели вот подобные состязания «Дорогами бессмертного полка». Да, мы проводим... Какой-то квест. Да, мы уже три года подряд, четвертый год подряд проводим историко-патриотические квесты «Дорогами бессмертного полка». И в этом году мы тоже в свои квесты ввели такое новшество, что в рамках нашего квеста мы проводим элементы городской молодежной приключенческой гонки. Мы в этом году уже попробовали в Славгороде. В Славгороде было более 110 участников и в городе Барнауле. То есть это показывает, что интерес возрождается, но как бы интерес к этому мероприятию так велик. Вот, например, в декабре участниками наших квестов стало 10 886 человек. Да, это 31 муниципалитет. В этом году у нас еще картина неполная, потому что квесты уже провели половина, более 30 муниципалитетов провели, и более 6000 участников было. Но некоторые муниципалитеты будут проводить данный квест непосредственно 9 мая и 8 мая. Поэтому полной картины у нас пока еще нет. Я думаю, что после 9 мая будем обладать уже более точными цифрами. Ну вот, то есть в подобных квестах все же могут все желающие участвовать. Конечно, конечно, да. В этих квестах могут... То есть если я захочу присоединиться, тоже могу прийти в назначенное место, в назначенное время, да, и бежать со всеми. Конечно. Мало того, мы еще делаем такую выборку и 9 мая непосредственно, так как мы располагаемся в Ленинском районе, то на площади мира мы подобные проводим мини-квест-игры. То есть будет что-то еще, да? Да, будет, конечно. Я приглашаю, кстати, пользуюсь случаем участников. В 4 часа мы начинаем на площади мира наш небольшой квест, так что может участвовать любой. По двум годам, которые мы проводили эти квесты, могут участвовать и ребята от 3 лет и до 80 лет. То есть это разновозрастные... Ну, бывали такие, да, которые 80 к вам присоединялись? Конечно, да. Да, это были бабушки со своими внуками, и им было так интересно, так это... Да, и мы даже проводили, помню, в 15-м году квест для ветеранов. Это такое было интересное мероприятие, но мы проводили небольшой квест только по мемориалу славы. Они приходили к нам с палочками, такие, ой, мы, наверное, не будем бегать, мы, наверное, будем... Конечно, все будет хорошо. В итоге мы успевали с Карвалолом за ними бегать, но все было хорошо, то есть они ушли такие все на позитиве. Да, опыт хотелось бы тоже в дальнейшем продолжить такой. Это очень интересно. Давайте финальный вопрос. Вам-то самой лично хочется, вот когда на ребят, на ветеранах смотрите, хочется вот с ними же побегать? Вы знаете, не только хочется побегать, а хочется жить и творить для этих людей. И хочется, чтобы... Вот, что важно. Конечно, ведь когда ты видишь, что ты нужна этим людям, можно свернуть горы. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо большое вам. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель отдела гражданского и патриотического воспитания молодежи, Краевого дворца молодежи Наталья Крепитула. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok